Рубрика «Уполномоченца верить» представляет Нотариальная палата Пермского края. С Нотариусом как раз будет в момент удостоверения данного обязательства, когда папа и мама дают обещание в будущем наделить долями детей в приобретенной ими квартире, если речь идет об использовании средств на улучшение жилищных условий. В дальнейшем, когда приходит время выделять доли, тоже придется встретиться с Нотариусом, который поможет оформить квартиру уже на всех членов семьи. Как в целом можно использовать средства мат-капитала с целью улучшить жилищные условия? Сейчас закон предусматривает достаточно много вариантов, куда могут молодые семьи направить эти средства, данные им государством. Во-первых, направить напрямую на приобретение жилого помещения. В этом случае вы договариваетесь с продавцом той квартиры, которую вы выбрали, что часть вы платите из своего собственного кармана, а определенная часть будет получена ими из средств государственного бюджета за счет средств материнского семейного капитала. Но таким правом воспользоваться могут только те семьи, где маленькому ребенку, в связи с рождением которого дан мат-капитал, уже исполнилось 3 года. Но зачастую улучшить жилищные условия нужно раньше. Во всех этих случаях можно воспользоваться другими способами. Как правило, люди берут кредиты на приобретение жилых помещений, так называемые ипотечные кредиты. И вот погасить такой кредит средствами материнского капитала можно и не дожидаясь исполнения трехлетнего возраста маленькому ребенку. Точно так же и различные займы, выданные юридическими лицами, тоже могут быть покашены средствами материнского семейного капитала. Те семьи, которые строят свои собственные дома, могут использовать в том числе и на приобретение строительных материалов. Но в этом случае, чтобы строительство не затянулось, чтобы не забыли, что нужно построить, пенсионный фонд передает денежные средства двумя частями. Сначала 50% и после выполнения определенных строительных работ вторую половину средств материнского семейного капитала. Это тоже как-то с нотариусом обсуждается, регулируется? Здесь стороны выбирают сами, куда и как они хотят направить средства материнского семейного капитала. Кто-то хочет купить дом в деревне, а кого-то устраивает только благоустроенная квартира. И здесь уже молодые семьи решают сами, где они хотят дальше жить. И в зависимости от того, какой возраст ребенка, они могут либо напрямую направить эти средства, либо воспользоваться услугами банков по предоставлению им кредитов, в том числе ипотечных. А кто имеет право на жилье, приобретенное на средства маткапитала? Не зря капитал называется материнский семейный. То есть только семья и вся целиком семья может воспользоваться средствами материнского семейного капитала. Семья может быть большая. То есть бывают случаи, когда встретились мама и папа, имеющие своих детей. И если мама детей своего нового супруга не удочерила, не усыновила, то, к сожалению, эти детки воспользоваться средствами ее материнского семейного капитала не смогут. Смогут воспользоваться этими деньгами муж, мамы и все мамины дети. То есть от первого, второго, третьего, четвертого, пятого, пятнадцатого брака, сколько бы детей не было, всем им в дальнейшем должны будут быть выделены квадратные метры в той же жилой площади, которую эта семья приобретет. А вот если папа с мамой брак не зарегистрировали, гражданский супруг, как их нас называют, ну а по факту сожитель, воспользоваться этими средствами не сможет. И на его имя жилое помещение приобретено не будет. А есть ли какие-то случаи, когда придется вернуть средства семейного капитала государству? Да, и таких случаев, к сожалению, в последнее время много, и все они связаны с одним, единственным неисполнением обязательств по материнскому капиталу. Эти деньги даны не просто так, они даны для улучшения жилищных условий. И если мама с папой вдруг забыли о том, что они должны были наделить своих любимых детей квадратными метрами в этой квартире, то эти средства государство попросит вернуть обратно. Мария, спасибо вам огромное за такой подробный рассказ. Я наполню, этим утром у нас в гостях была Мария Баронина, нотариус города Перми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова